Исламский режим Ирана бьется в агонии, иначе происходящее в течение последних нескольких месяцев не объяснить. И мы сейчас не только про волну протестов, не утихающих в этой стране. Мы о двух подлых и жестоких терактах, совершенных в отношении Азербайджана, за которыми, похоже, стоит именно режим МУ. Первый теракт – это вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, которое иранские власти сначала пытались интерпретировать как бытовое преступление. Эта версия, правда, не выдерживала никакой логики изначально, а потом и вовсе разбилась в пух и прах под давлением множества видеодоказательств и фактов. Второй теракт – это нападение на депутатами Лемеджлиса Фазиля Мустафу. Называя нападение терактом, мы не преувеличиваем. Так расценила инцидент служба госбезопасности Азербайджана. В настоящее время проводится комплекс неотложных оперативно-следственных мероприятий, направленных на выявление и привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших покушение и имеющих к нему отношения. И их обязательно найдут. Но несмотря на то, что конкретных официальных обвинений пока выдвинуто не было, можно просто сложить 2 и 2, чтобы выдвинуть достаточно логичную версию случившегося. Потому что на то, кто является заказчиком этого теракта, указывает целый ряд факторов. Например, буквально спустя полчаса после совершенного нападения на депутата к Сировском телеграм-канале радостно отрапортовали о том, что Фазиль Мустафа убит. Повторим, через полчаса, когда об этом еще не сообщили даже СМИ Азербайджана. А о состоянии Фазиля Мустафы ничего известно не было. Что это? Как некосвенное доказательство причастности иранских спецслужб и иранской агентуры к данному покушению. Вернемся к вооруженному нападению на посольство Азербайджана в Иране, которое, как мы уже выше сказали, было не спонтанным, а заранее спланированным. Лишь героическое отражение сотрудникам посольства Васифом Тагиевым не позволило планам террористов осуществиться. Вспомним также спецоперации СГБ после нападения на посольство 31 января этого года, в результате которой было задержано 7 человек и до нападения 14 ноября 2022 года, когда СГБ информировало о разоблачении шпионской сети Ирана и аресте 5 человек. А ведь покушение на Фазеля Мустафу было совершено в день 104 годовщины создания Государственной службы безопасности Азербайджана. Совпадение? Не думаем. К тому же за несколько дней до покушения на депутата СГБ объявило об аресте соучастников очередной иранской агентурной сети, и один из задержанных в телеэфире рассказал, как он и его подельники следили за неназванным известным человеком в Азербайджане и признался, что делалось это для того, чтобы нанести удар. И ведь нанесли. К слову, выбор в качестве цели именно Фазеля Мустафы не случайен. Несмотря на то, что Фазель Мустафа сам является религиозным человеком, он известен своим негативным отношением к режиму МУ и использованию ими религии в качестве ширмы и метода вербовки террористов. Недавно выступая в парламенте, депутат заявил, что под видом хумса, обязательной религиозной дани среди верующих мусульман-шиитов, в Иран из Азербайджана отправляются миллионы монатов, которые затем идут на финансирование террора и призвал взять под государственный контроль религиозное паломничество. И, наконец, накануне покушения на депутата состоялось торжественное открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве с участием министра иностранных дел Азербайджана и нескольких парламентариев. А это, конечно, не могло не вызвать раздражения в Иране. Хотя, как сказал на церемонии открытия посольства глава МИДа Азербайджана Джейхун Байрамов, налаживание и развитие близких связей Азербайджана с каким-либо государством не должны беспокоить другие страны. Однако Иран не просто беспокоится, он проявляет явную и неприкрытую агрессию. И последнее событие, увы, не нечто из ряда вон выходящее. Теракты Иран устраивал на территории Азербайджана не раз. Уже доказано, что убийство академика Зии Буниатова в подъезде собственного дома в Баку в 1997 году было организовано членами бакинского филиала Хезболлы. Они объявили Буниатова членом израильской спецслужбы МОСАД и обвинили в том, что он распространял сионизм в Азербайджане. За убийством азербайджанского писателя и публициста Рафика Таги также стоят иранские муллы. После публикации статьи «Европа и мы» в 2006 году более 100 исламистов, тесно связанных с режимом мул, провели митинг с требованием смерти писателя. А иранский мулла Аятолла Ленкарани дал фетву на его убийство. И таких примеров можно привести множество. Резюмируя, скажем, совершенно очевидно, что режим мулл испытывает ненависть к независимому Азербайджану. Однако еще более очевидно то, что муллы обязательно получат на это достойный ответ.